так приветствую всех подписчиков и гостей моего канала и те кто заглянули я хочу сделать кое какую серию видео о том как у меня работала моя солнечная установка на протяжении моей поездки мы ездили 2 2 недели и 4 дня и вот этот солнечная установка работала можно сказать на отлично значит что у меня здесь есть это монитор для того чтобы быстро посмотреть каком состоянии у меня батарея и потребление это значит у меня монитор расхода переменного напряжения то есть напряжение мощность потребляемые и статистика идет 26 киловатт это значит у меня solar inverter и charger он что делает он значит объединяет генератор или внешнее питание к трейлеру солнечную панель батарею и инвертор все в одном здесь у меня значит дальше ниже спускаемся это у меня мониторит батареи и есть у них есть какой-то диспаланс он их вот видите горит час би он значит их делает одинаковое напряжение здесь значит у меня distribution панель 24 вольта у меня 24 вольта распределяется по моей схеме по моему трейлеру в в основном все мои из это прибору я в основном сделал на 24 вольта я потом скажу почему это у меня так называемый панель circuit breaker здесь у меня входит переменное напряжение если я на кемпинг сайте где-то или от дома это у меня выходит это у меня батарея а это у меня значит не батарея а это у меня свитч он переключает для работы от внешнего источника питания и все будет работать даже если это все сломается не будет работать или же значит от солнечной панели это у меня значит 100 амперный на батареи стоит это у меня на панель внешнюю панель то есть эта панель которую меня устроены на крыше трейлера вот это вот а это панель для будущей если у меня будет внешние потому что когда в трейлер будет стоять под навесом под навесом трейлер будет стоять и питаться будет от внешних солнечных панелей вон они, 3 штуки там то у меня будет, значит, запитываться моя система отсюда, когда в станционаре а это, которая сейчас, значит, у меня на крыше стоит солнечная панель 525 ватт так, здесь, значит у меня 2 батареи каждые из них 12 вольт 150 ампер часов я расскажу, почему я их разместил здесь, а не на полу ну и вся проводка, как видите проводка я еще вот так вот не всю сделал, вот здесь тоже хочу сделать и это у меня вайрлес для того, чтобы статистику собирать вот я хочу сделать какую-то серию видео потому что кое-кто пишет, что он смотрит и ему интересно, как моя солнечная панель работала я расскажу мы две с половиной недели ехали, значит из штата Вашингтон потом, значит, Айдаха штат, потом Юта штат проехали Аризона Калифорния Орегон и назад Вашингтон наша поездка была 3780 майлов это где-то 6000 с небольшим километров и как у меня она работала как у меня работала, значит, мини мини сплит установка холодила, охлаждала и грела и так же я буду затрону мою дизельную установку дизельную установку как она себя вела как работала какие с ней были и не палатки ну а так у меня еще газовая плита микроволновая печь холодильник который сейчас выключенный потому что я дома и чтобы он запах там не был вот открытый значит, там у меня водонагреватель стоит электрический там у меня стоит водяной значит, бак для воды на 13 галлонов это сколько литров я не знаю и помпа которая качает дает сюда воду мне значит, так же у меня установлен сенсор уровня воды и уровня сливной воды и выключатель помпы то есть если я включил помпу то у меня есть вода если у меня ничего не работает и света нету то я все равно могу вот таким образом качать воду вручную но у меня есть насос поэтому у меня и горячая вода и холодная вода и душ который там через окошко мы тоже проверяли я хочу рассказать как она у меня свела вот вот такой план если у вас есть вопросы пишите постараюсь ответить и на этом все ждите новое видео я буду потихоньку записывать и показывать как все у меня здесь устроено батарея у меня заряжена на 100% при этом потреблении мне хватит на 99 часов да если я включаю ватархитрый вот у меня здесь стоят на 110 ватархитр это aircondition холодильник и макроволновой печь вот я раз холодильник включаю у меня включился холодильник пошло потребление 56 ватт ток идет потребление 0,8 ампер да это вода потребляет вода это холодильник если я его отключаю включаю ватархитр ватархитр как у нас потребляет очень много и мы видим вот ватархитр включился 300 ватт 330 335 ватт он греет у меня ватархитр потребляет ватархитр я выставляю температуру видите сразу 13 ампер идет минус 342 ватт потребления идет моей батареи сейчас 27 вольт вот так что я сейчас пока стою дома мне воду не надо греть вот так что постараюсь ответить на вопросы ваши и всем пока пока